Привет, ребята, опята! Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня сегодня не будет укулеле, потому что это новые моменты жизни. Да, сегодня у нас с вами первый выпуск моментов жизни с нового года. У нас даже поменялась составка! Обалдеть! Но это не единственное обновление за этот месяц, поэтому сейчас садись поудобнее, обо всем расскажу по порядку. Я вот сейчас смотрю на пол, и вот я реально думаю, я же сегодня... Саша пылесосила, я пылесосила. Ой, да теперь елку не видно из-за этого барната. Вот говорила я Александру, не нужно около Оливье это делать, но Александр меня не подслушал. Ты, Гим, не слушаешь? Ты патриотка? Гимочка, ты как там? Давай! С Новым Годом! Саша, Шуля, ты не пукни. У-у-у-у! Это золотой дождь! Даша, ты все прокрала. Ой, я нет, я тут! Саша, я покажу наш пол. У нас веночка тут играет. Сиди сюда, котик мой сладкий. Ой. Ме-у! Чтобы она мяукнула. Короче, вчера Саша мне подарила такой чудесный микрофончик. Я люблю петь Аллу Погачеву, особенно песню Айсбергаса. И можно сделать вообще такую штуку, что вообще ничего не понятно, о чем ты говоришь. И обычно примерно так объявляют поезда, которые приходят на перрон. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Ну, примерно так объявляют поезда. Да блин, я всегда фокусируюсь, чтобы услышать что-нибудь. И смотрю на табло. Это чудесный микрофон. Мало того, что это микрофон, так это можно использовать как колонку. Прям реально, типа колонку, слушать Маргенштерна. И еще тут можно менять подсветку, как я поняла. Записывать голос. Доброе утро, мои родные люди. И проведем этот день. День. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Александр подарил Марии Петровне такой наборчик для... Мы уже пошутили, как будто это для стоматолога, но это для маникюра. И тут разных 12 предметов. И вот сейчас Александр будет угадывать. Думаю, это для рук, для ног. Кстати, как вариант, я не подумала. А это тогда для чего? Проблема. Может быть, для заусенцев? Я вот тоже не знаю. Может, это карманные какие-то? Я думаю, для заусенцев. Нет, вот эти идут широкие. А это, видишь, под откосы. Это разные эти. Мы сейчас с Сашей сидим и таком. Ну, это ножницы. А вот это для чего? Вот это меня вообще в ступор вело. Я бы подумала, что прыщи давить. Я бы слышала об этом. Маша такая умная, сидит самым. Это, по-моему, для как раз-таки заусенцев. Слушай, больше я не знаю. На самом деле, я не отгадала. Нет, я помню такую фигню. Я где-то видела. Я слышала, что это для заусенцев. Саша готовился. Итак, девочки, мальчик, кто занимается маникюром. Юля подарила Марии Петровне Новый год. Вот такую чудо-лампу. А Саша подарил вот такой вот набор стоматологов. Сейчас Мария Петровна не могла дождаться. И будет сейчас экспериментировать. Пробовать вот эту лампу на моих чудо-ногтях. Чтобы вы понимали, она посреди ночи, посреди празднования включила эту лампу. Посмотрела. Она два раза туда-сюда ее запаковывала и распаковывала обратно. Ну, счастливая, счастливая мадам. Первый пошел. Мария переживает. Молит Саша. Вот знаете, я сейчас сижу. Мария жалася о том, что... Так как у нас появилось вот это чудовище и чудище, и красавец в одном лице, мои пальцы и руки какие-то стали этот... Вообще ни о чем. Все покоцаны. Я еще прижигла себе руку. Вообще красота. У нас мы сестры. Сестры по духовке. Мы духовные сестры. Мы просто не можем в это поверить. Эта штука реально за 30 секунд может высушить вот этот гел-лак. А твоя старая две минуты. И сидишь. Тут бац и все, и раз. Блин, называют же всякие салоны красоты Клеопатра и Юлия. Это Маргарита. Маришка. Маришка будешь. Смотрите, ну-ка покажем. Опа! Это эйфория. Я не подготовилась, сразу начала снимать. В общем, смотрите. Сделала вот такой вот маникюрчик. Вы посмотрите, как миленько, как грациозно. Нам Марии подарила на Новый год какой-то лак-кошка. Вот такой вот лак-кошка универсальный. Девочки, если вы шарите по маникюру, то, видимо, скажете, что это какой-то крутой лак. Я не знаю. Вот потом Мария вам покажет. Сейчас она мне такие фокусы делала с этой кошкой. Прям не с нашей Бимой, конечно. Это отдельная история. Сегодня у нас настал день, потому что Мария легла в 5 утра. Нет, нет, нет. О, ну, покрасуй, покрасуй, давай. О, мамма миа, какая кошка. Привет, дорогая наша ребятня. Вы думаете, Дарья, что за полнейший хаос у вас там происходит? Я сейчас объясню, потому что Александр решил сделать небольшую перестановку. Поставить вот этот стол. Вы не знаете, мы это не снимали, не рассказывали. Но он у нас хотел одновременно переехать, съехать от нашего татар-френдхауса. Купил себе отдельно стол. Но он решил, что он не может без нас жить. И решил просто этот стол собрать и поставить в сторонку. Но тут мешает елка, которую сейчас мы будем трясти, все эти иголки опали. Потому что ее надо как-то выкинуть, пока мы будем нести ее до мусорки. Она еще больше опадет, поэтому нам легче ее встряхнуть. Все это пропылесосить и делать свои дела делишки. А вы можете подумать, почему половина елки лысая, а половина нет. Благодаря моим ногам и Бимочке она такой стала. До этого она такой не была. Мне кажется, прекрасный сейчас будет АСМР для тех, кто любит слушать АСМР. Вы готовы? Надо вот так, как посох. Давай еще раз. Три, четыре. Офигеть. Потряси так это несколько раз. Ты такой в салфетнике. На салфетнике. Ты салфетник такой? Салфетка возьми. Елка прыгает. Мы можем написать послание. Даже чай я хотела заваривать, вот смотри, сколько у тебя заварки. Ну, короче, я не знаю. Вот честно, мне эту елку жалко. Типа она столько лет росла и просто Саша купила за... Саша купила за косарь и... И все, и она осыпалась. Она умерла на наших руках. Сколько она стала неделю? Нет, она больше... Она не дожила до Рождества. Она просто умерла ни за что. Хать с Сашей. А сейчас прикиньте, какой АСМР для себя. Ты как будто, знаешь, на этом, на субботнике. Так пустя пахнет. Прям реально понюхай. Походу поры открылись у нее. Когда мама попросила убраться. Убрать елку. Как Сашелечка меня любит. Я сплю на этом диване. Ты посмотри, как она пила. Даша, Даша, это игру калывания. Это лечебная. Это китайская, да. Мы тебя любим. А у нас есть перчатки. Да, в прихватке есть резиновые. Я не знаю, что ты их не взяла. Мне все страшно. Это краска с дождя. Это же вода. Принеси нас, нас. Питаются. Да какой питаются сейчас соседи придут. Ну, а что ты хочешь делать, Даша? А давай будем стоять. Что с ней пол? Наконец-то полы помыли, что? Я каждую неделю собираю вас. Вот и сказочке конец. А кто слышал? До Рождества не дожила. Ребята, ну это, конечно, трэш. Посмотрите, сколько уголок. Есть плюс живой ёлки в том, что она вкусно пахнет. А можно же ей было просто купить еловую веточку и не заморачиваться. Моменты жизни. Так, дорогие наши зрители, одной проблемы стало меньше. Мы убрали эту ёлку. Ещё не убрали, но она уже там на небесах своих ёлочных. Для чего вы это всё затеяли? Александр хочет сделать перестановку. Я пока абсолютно не вижу, как это будет. Александр, пожалуйста, расскажи, как мы сейчас, что поступаем? Я буду его потрясти, потому что мы полз. Вот почему у меня не было пораньше айфона, чтобы я вам снимала, как мы сюда переезжали, а это была тоже ещё отдельная история. А это ещё ведь не 10. Мы сейчас такое учением. Я считаю, что Новый год нужно начинать с чего-то нового. С новой перестановки, например. Одно конфетти, ёлки и наполнитель. Саша, монополия нашлась. Что такое? Не знаю. Это наш список покупок на какое-то торжество. Это мой дыре. Это было 3 июня, который был 12 июня, потому что день России. Россия! Смогу, я заберу. Сверху я всё заберу. Отсюда всё заберу. Мой бамбук заберу. Самое главное, бамбук. Фиалку сними, пожалуйста. Ту фиалку, которую он... Офигеть. Вы что, вообще не плеваете? Я не плевала. Дарилась такая поза фэшн. Да, Аня. Спасибо. Я просто боюсь, что меня Саша задает. Наверное, не знаете, но на самом деле у меня поменялась локация, где я снимаю видео. Раньше я снимала вот тут в уголке. Но потом до меня дошло. Я не знаю, почему я до сих пор этого не делала. У меня пришлось это всё обклеивать, хотя я могла снимать на фоне штор. То есть я штору вот так вот зашториваю, штору зашториваю и нормально всё это выглядит. Я не знаю, что я раньше так не делала. Как ты головой будешь туда спать? Саша, а ты учитываешь фэн-шуй? То есть головой на восход на запад. Нет, подожди, а почему ты головой будешь к столу спать? Вот реально. А почему нет? По фэн-шую ты не будешь успокаиваться. А вы знаете, как мы спутали. Я, у меня была в детстве книга по фэн-шую. И куда нужно спать, давай? Надо на запад. О, как... О, бляхо, бляхо. Саша, ну ты чего меня сглазил? Так это ты сама сглазил. Ты меня сглазил. Он меня сглазил, потому что он по фэн-шую не хочет спать. А у тебя стол не улезать. В хера ли? Он будет сидеть. Как ты будешь сидеть? Вот так. Ты влезешь? Ну да, нет, я же повин еще туда. Смотри, тут тебе какая в зону уходит. Я не хочу. У тебя конференция будет вести? Так я так и хотел. Ну ладно, сейчас, ребята, мы сейчас тут приберемся и я вам покажу конечный вариант, что у нас получилось. И все твои печали по сомнению падают. Прошло уже два часа. Мы делаем все до сих пор. Перестановку на данный момент. Саша уехал вон туда. Он решил сделать свой уголок офиса, потому что он работает на удаленке. Вы посмотрите на вот этот вот чудесный календарь. Мы сейчас с Джорджиком будем жить вместе. Он всегда будет рядом со мной. Это меня прям вообще радует. У меня вот такая вот книжная полка, как будто я умею читать. Епачка со мной рядом. А сейчас я делаю все свои дела, как всегда. Он не может решить, куда поставить свой аквариум. Саша, что там произошло? Что произошло? Паркет поцарапали. Это тот самый паркет. Ты потрогай его на ощупь. Саша, ты что натворил? Это паркет венецамский. А то новый паркет, слушай. Я прибил гвоздь, но он, видно, царапает этот. А слушай, ты как будто для фотографии сотрудник года. Такое ощущение, я уже пошутила, но Саша повесил гирлянды, как будто он первокурсница в общежитии приехал. Вот такой вот уголок. Александр, расскажи немножечко про свою рабочую зону. У меня многофункциональный центр. Многофункциональный центр? Обалдеть. Вот этот у него будет аквариум, который он, естественно, поменяет. У Саши аквариум и бизнес. У меня уже новый стоит на кухне. Он мультитровный. В коробке. Давайте мы посмотрим, как выглядит мое рабочее место. Как у Александра. Светится, как елка новогодняя, которая вот стала, пожалуйста. Сейчас час ночи, и мы пошли выкидывать эту елку. Хэппи Нью Ер. Давай, раз, два, три. Нихуя себе. У меня все руки. У меня все руки. С Новым Годом. Хэппи Нью Ер. Моменты в жизни. Ребята, уходит эпоха. Мы убираем эту стену. Теперь у меня вот шторы. Все, плак-плак. А я столько долго ее клеила. Аж Бин пришла помогать. Пришли с Александром убирать ему фото обои. Мне нравится Адам и Ева. Адам и Ева. А вообще Александр хотел какой-нибудь там ночной город. Париж. Всякий, вот Париж, пожалуйста. И Фифа, и башня. Саша, ты зачем смотришь красиво? Тебе нужно чем хуже, тем лучше. Мы долго думали, что же брать из-за этого красоты вот этой всей. И в итоге Александр сделал вот эту вот карту мира. Вот так вот Александр сделал себе зону. Без России. Россия всегда вместе. Россия с нами. Россия с нами. Россия. Александр будет изучать теперь у нас географию. Правда пол земного шара. А нам не нужна Америка. Нам нужна, слава богу. Тебе пиндосы. Слава богу мы живем в России, а не в Америке. Слава богу мы живем в России, а не в Америке. Я вам хочу рассказать историю. Мы поняли такую вещь, что мы сегодня выглядим все в пижамной вечеринке. И у нас шведская семья. О, все не попси. Мария, продемонстрирую, как ты сейчас выглядишь. Это же белка. Мы все вот в таком вот локе. Потому что вчера Александр купил себе новую первую пижамку за два года, в которой мы живем вместе. И мы сейчас все выглядим примерно одинаково. А еще я Александру говорю, Александр, давай проведем время вместе и сделаем мои сальты, или уберемся. Он не хочет, он играет в свои компьютерные игры. Всем привет, я играю в компьютер. Я играю. Я ему говорю, давай рационально проведем время, и потом, когда у меня будет занятие и прямой эфир, ты посидишь два часа, поиграешь. А он не хочет. Сколько ты меня уже трогала? Ну, Маш. Я Даш. Причем тут до Маши? Кстати, я поняла такую вещь, что мы втроем Саша, Даша и Маша. Ну, Саша, ну давай проведем время вместе. Давай, я сяду даже рядом с тобой. Сука. Иди отсюда. Нет, твой нет. Вот смотри, мы все вместе, мусси-не-пупси. На самом деле, реально рационально можно поступить. Типа, он сейчас два часа сам поиграет, когда я буду занята. А мне просто не знаю, чем заняться. Маша, он тебя сейчас раздавит. Мои ребра. Ты че? Бля, у меня ребра сломала, Даша. Все нормально. У тебя ребра где бок? Да. Да. Бима! Бима, слезь. О, она тебя внимает. Просто. Тида. Она сделала затяжку на моей новой футболке со 199 рублей. Моменты в жизни. В Сони день, так у Александра очередные какие-то проблемы. На этот раз он купил себе комод, вот туда он поставит. Но. Тумба, извиняюсь, Александр. Тумбу Александр у нас тут купил за 1000 рублей в Яндекс.Маркете. И ему че-то там не разлиновали че-то. Они сказали самим размалянувать. Он говорит, что я черчужник вам что ли? Вот именно, че ты хотел за 1000 рублей? Они тут вот вырезали, да, а тут поленились. Это у тебя, знаешь, за 1000 рублей за доставку. Это не эти штучки, Мария. Привет, дорогие наши друзьешки. Сегодня у нас с вами седьмое число. Всех поздравляю. С Рождеством по Христовым, прошедшим день рождения у Иисуса. Сегодня, короче, что я вам хотела бы сказать. Наши Юлечки, во-первых, она нам приезжает 9-го, по-моему, числа, если я не ошибаюсь. А у нее день рождения 12-го января, день рождения. И мы решили посмотреть, что она в вишлисте своем хочет. Мы ей дарим пылесос-кальян, который отпариватель, да, можно с ним все, мне кажется. Она просила отпариватель, мы, конечно, не понимаем, зачем ей такая махина. Потому что у нее очень много вещей, которые нужно гладить. А наш утюг, ты в ее поддержку, да, выступаешь? Мы ей подарим вот такой вот чудесный пылесос. В общем, мы еще помимо этого решили, мы подарим ей торт. Я хотела попробовать этот торт, делать крупское. Надеюсь, очень вкусно выглядит, на самом деле, не очень. Наш запарах принт хаус. Она помогает родителям номер 2 делать подарок родителям номер 1. А она сразу сходу с лета, вы посмотрите. Она чуть-чуть, что ли, пишет? Нет! Ты меня видно вообще? Ты меня, посмотри, меня видно? О, подержи тебя, спасибо. Я даже, кстати, так не планировала. Мы рассказали такую историю. У Юлии есть вот такая потрясающая книга, называется «Мятная сказка». А ты что? Да. Кто знает или не знает, то про эту книгу ее так расфорсили. Это прям самая бомбически нереальная книга. Этот автор что-то там обманул своих подписчиков читателей. В общем, кому интересна эта история, загуглите и все узнаете. В общем, эту книгу расфорсили так, и она стоила по тем временам года два 400 рублей. Вот за это! Вот-вот за это! И в итоге, мне ради интересно было прочитать ее. Я ее читала очень долго. Вот серьезно. Я поняла, вы сейчас, Мария поболтали за камерой. Кажется, я очень долго читаю. Типа я ее читала, прям вот читала. А Маша за час ее прочитала. И вот напишите, пожалуйста, это нормально, или я себя как-то гноблю слишком, что... Мне кажется, ты обдумываешь то, что ты понимаешь. Вот это мне нужно подумать. Я приходится иногда вчитываться, потому что я быстро улетучилась. Вот сегодня я заметила, я читаю Гоголя Мосс, и мне прям приходится иногда вчитываться. И вот эту книжку, мне она, ну типа, не то чтобы не понравилась, слишком переоценена. И сейчас мы спросим мнение у Марии, которая прочитала ее за два часа. Я скажу так, она мне и не понравилась, и... И понравилась. Понравилась, да. У меня очень классная, очень странная книга. Она правильная. Нет, она очень жизненная, прям очень жизненная. Я ее только спиарила. Столько вопросов, и так мало ответов. Вот это, вот это, вот ей понравилось. Короче, мы с Бимой хотим вам дочитать небольшое описание этой книги. Мятная сказка, изначально изданная по другим названиям. Первая книга автора, которую он писал в течение трех лет. Три года, вот на это. В этой сказке будет несколько мятных капучин, много снега и пара разбитых сердец. Я вам хочу прочитать отрывочек этой книги. Понимаете, в чем прикол? Мария любит сама по себе такие драматурологические штуки, как Мария сейчас. Она любит, когда все очень плохо, особенно, когда все очень плохо заканчивается. У нас такая странная Мария. Для меня было очень странно оборванное повествование в книге. Прикиньте, я и читать книги, это первое. И то, что я глагольствую про эту книгу, это второе. В чем прикол этой книги? В том, что тут не так много страниц. 158. Тут очень крупный шрифт, как для детских сказок. Тут могут быть такие страницы, я прямо сейчас вам покажу. Вот, пожалуйста, вставка. Эта страница считается. Вот, пожалуйста, вставка. Эта страница считается. Потом, что вы думаете? Опять ставка. Во, во, пошло. Сейчас урою, смотрите. Вот. Ничего нет. Дальше, что вы думаете? Ничего нет. Дальше, что вы думаете? Вот, пожалуйста. Это считается уже 6 страниц. А в книге всего 158. Между прочим? Я так поняла, что в последнее время мне очень нравится, когда все структурировано, все по событиям, без слащавости. Вот эта книжка, она слишком драматична, слишком... Я просто не люблю драмы даже, фильмы смотреть. Да, вот это все слащаво-то. Ох, я без него не могу. Ох, он без меня не может. Это ох, ох. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, читали ли вы эту книгу. Ну, меня знаешь, что за дело? То, что ты ее за 2 часа прочитала, а я не могла ее дочитать. Очень долгое время. Сколько слов в минуту? У меня мало слов в минуту. У меня одноклассник вообще не умел читать. Это и была я. Нет, это была я. Да блин, было... Так, так, мы чмырили книгу, а не меня. Моменты жизни. Проснулись мы, ни свет, ни заря, потому что мы поехали, чтобы встретить Юлечку Уваракшину с вокзала с поезду. Иначе она привезла очень много котомок. Блин, вечером с Сашей на ночь слушали сказки. Я прямо уснула под сказку о линькой цветочек. И сейчас Александр где-то слушал то, что у нас хопердолгая. Мы пришли в мороз и в холод. Сегодня минус 12, ребята. Блин, пипец. Просто мы сидим, стоим. Тут вообще не знаю, что делать, потому что очень холодно. Вон Юлечка приехала на своем фирменном поезде. Она привезла свой мороз к нам. Давай, давай, где плакат, плакат. Юля! Юлечка! Она такая, блин, мать. Сейчас покажем так. Сначала нашел нас зритель. Я могу? Да, может, кратить. О, прикольно! Блин, очень прикольно, очень милость. Спасибо. Это что, сериал «Офис»? Да. Я реально как в офисе прикольно. Ты посмотри, у него новый аквариум. Чей тумбочка. Саша, просто нас купи-продай. А как тебе это? Блин, сериал «Офис» получился. О, Даша тут звуковозапись вышла. Блин, я вот эти штуки в инстаграме видел прикольно. Мне понравилось. А как тебе диван нашел? Он реально сломался. Все, мы его сломали. Мы просто сидели и он просто... ПРУК! Провалился. Ну, мне нравится, прикольно стало. По объемнее, да? По объемнее, да. Юль, что произошло? Да он не хочет в Икею ехать. Куда? Ну, Саша, ну просто прогуляться. Чего ты думаешь, будешь сидеть? А зачем тебе в Икею? Надо. Просто надо. Она зеркало хочет купить за 3 тысячи. Вон, сними, да радуйся. Как мы ждали по Юлечке на ногах. Мы только приехали в Икею. Короче, мы приехали, на самом деле, за стеклом. За зерклом Юли. И решили провести это время приятно с полезным, суши на. И отдать на крест те тропа, который у нас скопился год на переработку. Вот такие. Два пакета икеистских. Тетра-бака. Тут большинство соки. Просто, что Александр вообще любит сок. В общем, проблема тетра-бака в том, что его почти никто нигде не понимает. Нам пришлось ввести вот это все добро. Сейчас. Чтобы это можно было все, наконец-таки сдать на переработку. Моменты в жизни. Я об этом и говорю. Я больше, я не верю, Саша. А я Маше не верю. За московку против Мача. Она подписала все документы. Где подписала? И банку она комиссии не платила. Документы подписаны. Давай комиссию сейчас вышибал на ему. Ты еще, смотри-ка, он хочет, чтобы я ему эти деньги поделилась. Вообще, да. Банку. Ага. А вы в сговоре были. Да, поэтому ты глаза закрыла. Да, на эти все правила. И Маша спалила, она тоже поэтому. Расскажи, что происходит. Просто, чтобы вы не понимаете. В первую очередь, дайте свою карточку. Так, верни. Даша купила себе водопровод. Тут, если ты попадаешь на эту... Карту? Карту. Вот сюда, да. На эту карту. То ты должен умножать на 4 число, которое на курсе вышло. Но Сашуля у нас прочитала, что надо умножать на 10. Какой? Такой, ставите. На 10 умножаешь, если у тебя два таких предприятия. Причем, ну, такое предприятие. А у Таши, оно, одно. Ты такая левожка. Да потому что я... Ты знаешь, сколько я денег туда отдала? А я что, Миша? Мы решили провести этот последний новогодний каникул с пользой. Приехали на парк 300-летия, чтобы покататься на Тюбинге. В мороз минус 15. Вот так вот очень много народа. Мы вообще поражаемся, застыл ли лед. Холодно, тренди. Тюльчки, как всегда, у нас что-то там снимают. Пока мы что-то, знаете, с каждым разом все думают, что походу мы не будем кататься на Тюбинге. Тюбинг, естественно, нам не удался. Смотрите, какой красивый закат. Сашулечка пришла сфоткаться около лахты в центре. Сказал, что он тут будет скоро работать. Слушай, ящик ракурс. Позирует. Сейчас за Юлей день рождения мы проснули с утра, чтобы ее постарапить с замерзшим тортом. Давай, иди за свечкой. Поближе, стань и видно, смотри. Нет, поближе к ней. Не ко мне. Что ты мнения? У меня день рождения. Юлечка. С днем рождения. Посмотри, какая свеча. Как тебе наша свеча? Мне очень понравилось. Я из коридора слышала, насаживаю... Сейчас. Моменты жизни. Да что, давай, попринь. Я из королевого. Пусть она это все распечатает. Посмотрим, а потом расстрелим. Мы хотим тебя, наш Татар Фрэнд Хаус, поздравить с днем рождения. Так сказать, хэппи пиздую ту ю. Юлиям Убаракшина. Какой вы Татар Фрэнд Хаус если у тебя по Татару... Ядерле, Юли. Без нен, хэйле Татар Фрэнд Хаус. Решили поздравить тебя с... Белэн... Туган Кэн Белэн. Разно. Без нен. Пожелать Белэк Шокленда в северненте сомык. Байрам Белэн, Белэн Байрам. Подарить кунек. Так давай парус. Татар Фрэнд Хаус. Закрой первые глаза. Ты об этом долго мечтала. Бимочка оставила своё видео. В самом деле, это реально. Покажи камеру, пожалуйста, дорогим нашим зрителям. Я могу жрать? Да. Ну ладно. Ещё есть небольшой подарочек. Ещё лучше, чем ты. Эта? Поверь мне, да. У тебя такая же футболка белая. Да? Он очень маленький. Это что, это что такое большое? Это что, чай с соляным тортиком попьём? Это что, отпариватель? Это отпариватель! Это отпариватель! Этот отпариватель участник проекта. Квартирный вопрос! Мы сейчас всё отпарим в этой квартире! Я так рада! Я не могу! Я отпарю всё! Татар Фрэнд Хаус! И я тут. Пальто отпарил! Наконец-то! Я не могу брать деньги на химчистку! Так-с. В общем, подарок-то подарили. А вот как его собрать, пока вопрос. Юля уже мысленно отпаривает. Как выглядит этот торт? Вот так вот на картинке. Саша, смотри. Вот это полярная ночь! Ожидание. Реальность. Это пранк-пранк кошкой. Саша, короче, включил звуки кошки. И Мария подумала, что это Бима орёт. Пранкер. Уверг макфуа. Не знаю. Я тебя чё орёшь? Юлечка предложила нам съездить на выходных, снять дом отдыха в лесу и погулять там. Он постарел. Он постарел. Как раз Юлечка! А Шулька нашёл разные варианты, но Юле не нравится, потому что Саша нашёл отели. Бима в шоке из-за того, что мы орём. Я нашёл закрытый дом, но Юля такая... Юля на него зла. Но я же не сказал, что всё, я категорично настроена в крови. Слушай, она сказала, всё, я уже ничего не хочу. Я хочу лучше набью на эти деньги. Открывай давай, что искать! Юля взяла в руки правление. И ванну поплескаться. Вот именно, Саша. Хорошо. А почему тебе тогда в сауну нужна в доме? В сауне посидеть можно. А чё-то в ванной не посидишь. Попариться. Чё, ты кипяток в душ ключи что-ли? Любишь париться? Я тебе вон, опарился, как попаришься. В чём произошёл прикол? На новогодних каникулах Александр предлагал нам съездить в сауну, посидеть, прыщи и подавить. В итоге, как всегда, это отменилось, потому что девчонки дали заднюю. В итоге мы никуда не поехали. Сегодня, потом, Юля предложила снять дом в лесу, но в итоге мы не можем найти оптимальный вариант. Я говорю, поехали, выбор просто погуляем. Она говорит, нет, я хочу дом в лесу. В одном из выпусков «Поментов жизни» вы видели эпизод, где я искала портфель своей мечты. И, наконец-таки, руки найти у меня хороший, нормальный, красивый, бюджетный, молодой, красивый, а уже красивый был рюкзак. Александр к нам приехал с таким клёвым рюкзаком. Я, как его увидела, ахнула. Говорю, Александр, где ты его купила? Он говорит, вас-то не по акции, по скидке. Говорю, по чём? Говорю, за полторы. Так вот стоило около трёх, двух, чё-то не помню. Я нашла, он был по акции, но Даречка-то любит, где можно найти халявные моментики. Знаете, что я провернула? Я такой же, точно такой же купила портфель за 1050 рублей. Короче, рассказываю, как я это сделала. Я зашла на сайт Letyshops. Кто не знает, что такое Letyshops, это кэшбэк-сервис, где его можете покупать в любых магазинах, партнёры Letyshops. И вам ещё бонусом возвращаются ваши деньги с покупки, которые вы можете вывести себе потом на карточку. Суть-то в чём? Я зашла на этот Letyshops, активировала его. Я зашла на этот Остин. И там такая штука, что если ты первый раз регистрируешь всё, то тебе дают там купон на 500 рублей. Портфель, который стоил 1500, минус 500 рублей. Итого у меня вышло там что-то там около 1000. И ещё мне бонусы вернулись деньги на Letyshops. Вы прикиньте, как я сэкономила? Это просто как без. Ребята, учитесь экономить. Зураслая жизнь, она такая. Не рубля больше, не рубля меньше. Сейчас покажем анбоксинг. У нас в этом сегодня анбоксинг. Вот так вот он выглядит. Слушай, там, по-моему, что-то вы предположили, что-то... Ребята, кого заинтересовала вся эта штука с Катисшопсом и Остином, как можно экономить, я вам ссылку, короче, оставить. Можете пользоваться. Вот такой вот у нас протфелёк. Ну, знаете, мне нравится тем... Я так хотела нормально открыть. Чё мне понравилось в нём? Ничего лишнего. Опять же, no cat, no space. Вот такие ручки типа а-ля Каинкин, как я и просила. На самом деле, материал ещё подкупил, потому что он такой дождевичный, водоотталкивающий. И самый прикол, я такая, блин, всё очень круто. А поместится ли мой ноутбук туда? Упаковочная бумага на Маше на день рождения оставим. Тут есть ёмкость, как это объяснить? Отсек для ноутбука. Вау! Вот теперь я с нормальным рюкзаком хожу, а не как чуханка. Мода, фэшн, фэшн был. Всё. На улице сегодня очень морозненько, как всегда. Мы выбрались с Юлечкой куда-то. Сейчас покажу, куда. Обомлеете просто напрочь. Мы немножко потерялись. В общем, Юлечка немножко сегодня поздно начала собираться, и нам пришлось ехать на тактик. А сейчас мы потерялись. Вот уже, ох уж этот Питер. Может, там во двор надо зайти? Мы потеряли вход, а знаете, где оно? В окне. Так, у меня сейчас авторское право прилететь. Ну-ка, не за ним. Пришла я, значит, Юлю подбодрить. И чё, напланишься? Нет. Девушка, не чёркнем, пожалуйста. Ну давай, рассказывай, твои впечатления. Мне очень понравилось. 10 из 10. Ей больно, прикольно. Я записалась к мастеру Даше, потому что я тоже Даша. И она мне ещё дала бесплатную штучку такую, на всякий случай плёнку заживляющую. И за отзыв мне ещё дали масло кокосовое. Но я знаю, что у Марии есть масло кокосовое, но пусть это бесплатно за отзыв. Очень приятно, мне всё понравилось. Я созрела купить себе айфон 11 зелёного цвета на 128 гигабайт. Пришли мы, значит, в рестор. Я решила покупать прямо в ресторе, потому что это такое событие. Я покупаю за свои деньги, я копила. И прикиньте, его нет в наличии. Мы позвонили в другой филиал рестор. У них нет в наличии, его как бы вообще нет в наличии. И мы сейчас просто возьмём сейчас куда-нибудь в МТС, зайдём и купим. И какому-нибудь консультанту сделаем комбо в этом месяце. Человек покушает на премии гречки побольше. Короче, рестор у меня расстроили. Я сейчас куплю айфон. Я так волнуюсь, у меня руки так вспотели, капец просто. Как-то очень близко снимается. А на айфоне будет широкугольная камера. Да. Я прям чувствую, как будто мы с родома забираем ребёнка и типа понесём его домой. Это он, это он. Мне кажется, я сейчас расслабляюсь. А ты откроешь его? Открыли сейчас? Дома открою. Почему? Не при людях. Смотрите, Дарья купила себе айфон и теперь ворует воду. Боксинг от Дарьи. Дорогие мои друзья, соседи и товарищи мои по жизни. И Бима с Джорджиком. Сегодня я вашему вниманию презентую анбоксинг нового айфона 11. Анбоксинг. Саша, мероприятие такое. Какое? Такое. Зелёного, который голубой. Саша. Я думаю, надо всем подойти к столу. Тихо, я тяну. Давайте. Там оранжевый. А как всего нет? Тихо, открываем. Вы это видите? Сейчас просто. Это коробка бывает. Блин. Вот такой вот у нас айфончик, девочки. Сейчас самое, самое. Звук денег, слышите? Даже зарядку не положили. Я хочу сразу положить чухол. Вас приветствуют, говорят, хола. Ола. 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 Так, а где я живу? Россия. Что мне надо сделать? Я не понимаю. Поднесите свой текущий. Поднесите. Куда? Поднеси. Телефон поднеси. А что надост? Ребята, во-первых, у нас покупают по Watch. А что я хотела вам рассказать? Сейчас открыли. Все. Такая инновация. Я положила айфон. Положила свой старый наверху. И он сейчас переносит все мои данные на новый. В комплекте, естественно, ничего не положили. Какую-то новую зарядку с новым проводом. Прикол в том, что пользоваться вот этим проводом тебе нужно купить адаптер вот для вот этой штучки. Но можно, в принципе, пользоваться старым. Просто он будет долго заряжаться. Потому что, как бы, айфонская зарядка-то осталась. У меня есть провод, а как мне его заряжать, непонятно. Типа, адаптер у меня не подойдет старый, который через USB. Маша говорит, ты что тупишь? Ты же можешь заряжать старым. У тебя же вот этот наконечник. Квайтинг это называется? Тот же. Квайтинг. И я сижу, типа, такая, думаю, меня развели. Просто, типа, ты покупаешь такой дорогой телефон, а тебе ничего не... Тебе даже не положили адаптер для зарядки, и наушники не положили саны. И ты сидишь с телефоном без зарядки. Юлечка, я поздравляю тебя! Александр захотел взять в разручку Apple Watch и сказал, я не хочу один. Я уже беру наличико. Он меня просто... На понт взял. Прикол в том, что Юля покупила себе Apple Watch из-за какой-то рекламы. Объясни суть твоей рекламы. В чем там было? Представьте, вот то, что, ну, типа, это всего лишь часы, но они могут... Вот это, 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 то, сё, 3, 4, 5, 6, 7. Но это всего лишь просто часы. Я такая... Прикинь тебя, всего одна реклама продала. Это первая жизнь, что я купилась на рекламах. Ты снимаешь на новый телефон? Да, давай рассказывай, что произошло. Эти товарищи купили себе Apple Watch оригинальные, новые, фэшнебельные, yeah. Такс, ага. Анбоксинг. Анбоксинг, давай. Ой, такой угол обзора странный. Ты на 05, который поставила? Вообще офигенный какой-то странный. О, прикольный слушай. Вау. Зацените, как вам, как вам? Объясните, а? Красота такая. Что-то на богатом. Ой, ну, Юля, ну покрасуйся, покрасуйся. О, мой бог, девушка, вы что? Ну, давай, анбоксинг. А теперь ты давай. У тебя же тоже Калифорния дизайн. Калифорния такая. Цаца. Крысятина, приветствуем вас. Блин, прикольно. У нас Эппловская семья. Моменты жизни. А может, ты не представишь? Внимание, выступает Дарья. С гимнастическим номером. Я буду вам сейчас танцевать гимнастический танец. Мария, аплодируй. Все сюда влезаете. Теперь так классно. Да, какие-то очень удобные. У нас все кухню видно тут. Я готова, давай. Давай. Мари, не бойся. Это целый. Это веские движения. Голуб. Ребята, Мария, не шурши. Холодильник, не шуми. Ребята, если вы тоже знаете, как можно забавно и весело провести в кругу семьи-друзей время бесплатно, без смс-регистрации, то напишите варианты, как можно, какие игры есть. Просто вот по типу презентации. Пишите, пожалуйста, если вы знаете. Если тебе понравилось это видео, то обязательно поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какой момент тебе больше всего понравился. Также не забывай, что жду тебя каждый вторник в инстаграмчике в 6 часов вечера по МСК, где я рассказываю в прямом эфире разную полезность, делюсь опытом своим и дарю подарки. Ну а если ты хочешь поддерживать все мои труды и старания в финансовом плане, то все очень просто. Ты можешь приобрести мерч или сборник, ну а также просто подписаться на Донатальерс или на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok